смотри это прошло бы видите, я вот это купил просто в тележку в тележку? до 16 декабря ты возьми, купи вот это все эти алые брусадом 14 с блоком ну пока Борис пошел покупать хумус вот такой тоже, тут плохо видно маркировка но она до 16 декабря 2018 года сегодня у нас 10 февраля почти закончился также можно собрать все эти сыры они упакованы но здесь как бы видно, что недавно якобы, не упакованы, а переупакованы но не написано вообще срок годности срок годности вообще никакого нет есть сыры например ну как это сыры это еще с сыром то назвать вот например да срок хранения срок годности фасованной продукции 12 часов упаковано 10, 7, 10 сейчас у нас уже время где-то часов там 9 вечера, 8 я не знаю так что время уже прошло даже от упаковки хотя и от изготовления вообще тоже маркировки нет ну даже если так оно уже просрочено возьмем вот такую вот одну одну такую возьмем здесь у нас сколько здесь у нас хранится непонятно сколько не вижу сколько хранится так что суп тут это 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 мне кажется вот типа начало это отмирать реально он на просрочен я почти на два месяца аккуратно сейчас по одному сначала по одной потом по половинке посмотрите вот сюда что вы думаете по поводу такой сыр полутвердый полутвердый мне больше нравится чем твердый так я как дегустатор собачка каким-то можно собачки дать попробовать он сравнивается не в цел но все есть полутвердый хотите дайте попробовать сейчас посмотрим красть будет упакована сегодня срок угодности срок угодности нет ну вообще он ест сыр, но плохой он и будет ест. давайте проверим. давайте проверим собака будет или нет? а вы кто? ну надо там кусочками дать кусочками, мы кусочками трубим. ему только с руки надо. сейчас я вам дам кусочек, а вы ему попробуйте. все снимаете? нам просто интересно будет это просроченный сыр или нет? просто у них строго. не зарекаетесь это уже третий магазин в котором мы вот полную тележку вот так вы выкатываем просрочек. я работал 7 лет, это да. давайте давайте собачку. будет майло? майло будешь сыр? иди кушай. он прям глазки так сделал. ну значит и нам не грех. давай. а давайте понюхаем что это вообще? можно? можем вам кусочек дать. прям половину смело дайди. может его отломить? ну вроде нормально. пахнет сыром. пахнет сыром. подожди, так что за сыр? это вообще какой-то нормальный сыр. нет, твердый это не такой сыр. а, экзитер. я только хотел спросить экзитер. мы сегодня покупали его. даже вот это лучше пахнет. чем вы покупали? это Боря выбрал. я выбрал, а смотрю там нету маркировки. что ты еще будешь? давай еще будешь? чуть-чуть. да че? проголодался. тебя накормили, блин, на тебе. ну такой скромняшка. такая милота. ага, да. че тебе понравилось? молодец. все, извините. небольшая тележечка. у нас уже подготовлено. это именно просроченная. то есть это по просрочку по всем параметрам. а вот все остальное там еще по маркировке можно забирать. а я взял конкретно по времени. ну я все забрал на самом деле. просроченная, стопроцентная. а это все с нарушением маркировки. а это по срокам. ой ты тихо. даже если бы, даже если считать... девять, десять, двенадцать. да там десять. восьмого числа. а, там восьмого? а я что-то просто беру все. ну я посмотрю, на время только смотрю. не, ну я же на время смотрю. это нормально просрочно. я не буду это есть. а, блин, он как пластилин. мне так принес. да, 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 как пластилин. блин, твердый, какой нафиг пластилин. ну естественно, три дня уже прошло. но он реально вот так должен быть. капец, блин. ну я не знаю, какой он должен быть. не, нормально. какой нормальный ты чё? а, это здесь такое? вот здесь по-трогу острый, по-моему. а, здесь мягкий, да? я же говорю, плохой сыр. не канает? охранник живучий, да, у нас? давай, давай, ты кон... до дна, до дна. мне не особо нравится. нормально. вот, ребят, пармезан. не, реально. у меня нет салфет с собой. где салфет? нет. а ты обратно в упаковку блюбанили, да и всё. отдай им. да, чё ты. конечно, конечно, отдай им. какой, какой, ты же продукт возвращаешь? верни им. верни им. давай, да. привет. сейчас происходит акт возврата товара ненадежащего пальца. ты учти, меня в прошлый раз подобные, подобные в прошлый раз заставляли оплатить. в июне изготовлен сыр, в июне, 18-го года. да, то есть даты срока годности нету, то есть непонятно, кончился он или нет. но зато запакован сегодня утром и 12 часов прошли. и тут же написано 12 часов. то есть, кто знает какой сыр, они... да. вообще, всё что угодно. я буду смелее пробовать, потому что твёрдый сыр, как бы они... это перевальцовывали, короче. перевальцовывали. две. ну ты же снимал такой сам, что не знаешь? ты что не знаешь, как это делать? я такой смелее буду пробовать, чем то, что Павлик пробовал. потому что это пармезан. я бы на самом деле залез бы в тележку и попрыгал бы на ней, чтобы контент. кто хоть попробовать? ну... даже не любитель поймет, что это... я не любитель. ну ну... с пылью, я не знаю... с пылью... и там че, эти... и пармезан... они... без маркеров или че? да он пыльный, он реально старинный. пыльный? на вкус пыли, грязи... ээээ... старый, вот старый, просто старый. может щерви там просто. задку и старый, на вкус нормальный. мухалка уже вскрыл и отъел. да это был мне. давай. теперь у тебя в животе плесень будет. А кстати, а что это за красный? Там зеленый еще есть, видел? А они добавляют туда всякие эти кроты. Специи добавляют. А зеленый? Ну вот смотри, видишь, он здесь с краю прям сухой такой. То есть они его доставали и... Сухой, темный, да. Поэтому он заветрился. А в середине он уже более мягкий и цвет чуть-чуть другой. Дорогонолит, поэтому да. Сделаешь мне это? Спасибо. Сделал. Вот похож на такой зор. А я просто раз ничего у них не ел. И они то бесились. Да, вот просрочен. 6.59 утра, фасонная продукция, 12 часов срок ранения. Я еще на дату не смотрю, а там еще могут быть и даты меньше. Во-первых, дата просрочена, во-вторых, после фасовки просрочена. Двойной просрок. Красный сыр по краям. Как минимум. Красный сыр по краям говно полно. Ну, пробовать мы это не будем, да? Это опасно. Че вы кидаете товар? Так это не товар, вы че? Ну как не товар? Это отрава, которую надо срочно выкидывать. Все равно это товар. Нет, это не товар. Это отрава. Зачем вы так ведете? Это отрава, ее надо выкидывать. Я попал. Вы бы лучше им говорили, когда они сюда на витрину вытаскивают, чтобы они так не делали. Это не уважительно отношения к Терпичу. Можно, спасибо. Вы чем питаетесь, мужчина? Кстати, да, если вы замущаетесь, то сразу вы чем питаетесь. По поводу того, что здесь продается много просрочного продукта. Прямо подойдите. Сейчас к менеджерам расскажите. Сейчас нет никого. Вы приходите утром, когда все будет. Нет, нет, мы говорим о вас. А сейчас посетители есть? Мы говорим о вас. Мы говорим о вас. Посетители есть. Мы говорим о вас. Ты подойдите. Звоните начальству, пусть приезжает сюда. Да. Чтобы не было просрочек. Ну а что сделаешь? Если они не могут в будние дни навести порядок, то пусть приезжают в выходные дни. Или что, можно продавать продукцию и не отвечать за качество? Вы меня не снимаетесь. Как это не снимаем? Снимаем. Снимаем. На основании того, что есть камера в руках. И мозг в голове. А у мусоров нет. Вы только полицию не вызывайте. Да он знает, что тут одни дебилы работают, так что не вызовет. Я думаю, если это качественный продукт, то мы оплатим. Надо оплатить вначале, а потом пробовать. Почему? Ну как, почему? Почему вы где-то в магазине видели, чтобы... Хотите, мы вас спрогали? Давайте у нас спрогали. Мы сегодня к QNX курсу у вас. Хотите, вы меня не надо участие? Нет, если вы... Я обеху вам надо, у вас на взаимопады не будет. Я пробью, если надо, мне и по-нормальному пробиваю. Почему-то все именно пробиваю? Хоть тебе не надо никого. Я вот буду слушать компетентного охранника вот этого. Специально или случайно? Ему колбаси сюда. Она атаковала тебя. Давай, уничтожь ее за это. Я говорю, здесь они вот заставляют... Хамон ненавистный. Ты санкционный продукт. Я, как истинный патриот Путина, тебя ненавижу. И поэтому я тебя уничтожу. Бульдозер уничтожает. Хамон. Все? Че снимаешь? Верни камеру. Ну, просто кусочками такими же достаем. Просто уж неинтересно. Да я даже смотреть не хочу. Давай какой-нибудь в серединке посмотрим, что там. Ну, давай. Ну, вот так вот. Ну, даты изготовления упакованы. Больше ничего. Не сказать, пожалуйста. Ни сколько хранится, при каких условиях. Ничего. И предупреждал, вон охранник может сказать. Он же меня знает. Я тут был, предупредил. Не хотят исправляться, но не хотят. Все нормально, чисто. Проверил. Стой, стой, стой. Так, это у нас Алая Пруса, Кулаково, дом 14, город Москва. Да. И вот. Продолжаем избавлять население от некондиционной продукции. Вы видите на тонах. А как вас зовут? Как можно прощаться? Анна. Анна Ленина. Здравствуйте, Анна Лениновна. Знаете вот этого у тебя денька? Нет. Нет, это я. Володя его зовут. Почему? У Володи ряд претензий по качеству продуктов. Слушалась. Хочу купить тебе... Хочу убедиться, что она качественная. Расскажите мне. Вот это точно уже не качественная. А, вот я не буду покупать. Нет, извините. Ну, извините. Но это вы сделали. Я? Это я сделал. Вы сделали? Да. Вы купите. А можно купить? Вы продадите? Вы... А это товар надлежащего качества? Почему же портил? Ну... Я проверял его органолептические свойства. Простите, что вы делали? Проверял органолептические свойства. Красавчик. Сказал. Вы прочитайте этикеточку. Убедитесь, что товар надлежащего качества. Если он надлежащего качества, то я его приобрету. А вы читаете этикеточку? Конечно. Ну, вы прочитайте. Я, может, читать не умею. Попробовали и почитать? Почитайте. Вы почитайте. Мы-то знаем, что мы делаем. Вы уверены, что вы знаете, что вы делаете? Иногда нет. По ночам во сне я не уверен. Вы же видите, это охранник. Вы можете подсказать, неправить человека, подсказать, ну, как намного, вразумить. Вполне возможно. Может, мы ошибались. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы проводите видеосъемку? Нет. 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 Ты проводишь видеосъемку? Нет. Нет, я тоже нет. Да ты? Я ничего. То есть в сети это выложено не будет? В какой? В любой. В любой нет. Только в YouTube. А потом просто... Нет, без меня. А просто потом подкладывают всякие ренды. Да, у нас 2.24, телеканал 3.67. Мы поняли, все. Выкладывали. Хорошо. Чтобы никто не придурялся по существу. Смотрите. Давайте. Я просто коротко и ясно. Давайте. Маркировка должна быть должным образом, правильно? Да. Вы знаете закон о маркировке? Да, да. Технические регламы, таможенцы, правильно? Здесь на маркировке должна быть точная информация для потребителя. Дата изготовления, срок годности, а его нету, и дата упаковки. Правильно? Да. Срока годности нет, уже нарушение. Правильно? Товар некачественный. Почему? Вот срок годности. Срок годности 12 часов. Значит, 12 часов с 4 числа прошло уже. Правильно? Это дата изготовления. Так вот именно. Поэтому должен быть срок годности общий 12 часов с момента упаковки, и чтобы попадал в общий срок годности. У вас такого нету. Информация не надлежащего качества. И потом 12 часов, с 7 часов утра уже прошли. Двойной просрок. Итак, весь товар. Проверяйте. Часть уже куплена. Дата изготовления нет. А вот это забавно. Потому что я их ночью проверяла сегодня, и дата изготовления была. А мы... У вас фирменная этикетка, мы не сможем такую... Нет. Вот здесь вот была дата изготовления. Нет, у вас же есть камеры, посмотрите, если претензии есть, мы подождем. Смотрите, вот это даже, это вот прям перед нами, за 10 минут до нас проверяли. Плохо проверяли. Вводим до. Знаешь, что такое? До. Но закончилось сегодня ночью 12 минут. 11.59. Хорошо. Да это плохо. Ну, я понимаю, что плохо, ребят. Спасибо большое вам. Да не спасибо. Смотрите, я тут был недели полторы назад. Почему ничего не поменялось? Вообще ничего. Потому что мусора у нас не работает, да? Потому что у нас работает... А, нет, ну Саратов у нас работает. Что это такое вот у вас нам, скажите мне, вот это? Ну, это что такое? Ну, что это такое? Вот в прошлый раз оно мне говорило, что буду я тебе возвращать деньги, не буду. Он тут вообще решает все вопросы. Кто он такой? Что это такое вообще? Что делать? Что нам возвращать? Что не возвращать? Ну, это не... Я не знаю. На ваши ставки работают или как? В прошлый раз меня здесь не было. Даже сегодня это было. Три минуты назад это было. Он решает, что нам делать, что ему делать, что вам делать. Здесь я за него и отвечаю. Не могу. Не могу отвечать. Ну, просто нас удивило, что охранник так делает, а уборщицы нет. У вас уборщица, может, тоже там товаром заведует, поэтому у вас такой бардак? А? У нас, к сожалению, уборщицы у нас. Ну, там и там. Нету уборщицы вообще? У нас очень мало работает народу, вы понимаете? А кто убирает? У нас есть уборщицы? Я. Я выбираю только. Да, вы убираете, видите? Пришли, нам помогли. Да не вам я пришел помогать, а людям. Это не зависит от того, сколько людей у вас работает. Если на человека ответственно надо вести, как все должно, образом должно быть, этого ничего не будет. Да, да, я тоже думаю, что... Это все делается очень быстро. А, на закрепи. Это не такая уж сложность. Он просто не знал, что это надо сделать. Об этом виноваты вы. Знаете, к сожалению, он знал, что это надо сделать. На многих маркировках... Я так понимаю, умышлено, значит, получается. Не хватает, нет, просто не хватает прописанного текста. Мы сегодня уже сталкивались с соседним магазином, с такой проблемой. Смотрите, у вас есть тонкие маркировки одного формата. Это тут бывает потолще, да, вот такие вот. Видите, все равно, кроме этого. А еще кроме этого. А еще есть канцелярские товары. Они взяли наклеечку, наклеили и продублировали. А, аннотация трудная. Все. К сожалению, тоже много чего не может быть. Это все очень просто. Просто этим надо заниматься. Это вредно. А вы по незнанию, может быть, и это не делали. Ну, может быть, но, к сожалению, вот некогда заниматься. А это тоже просто? Поэтому... Нет, 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 нет. Нет, все, что нормально, мы купим. Поэтому вот этот товар, в принципе, мы попробовали, проверили органические свойства. В принципе, он нормальный. Но срок годности нет. Я хочу сказать, пожалуйста, а у вас есть какие-нибудь документы, что вы представители Роспотребнадзора или еще что-то нет. Дом забыл. С собой нет. Почему? Я забыл. А у нас мало персонала, и мы, в общем-то, это самое... Мы не успели печатать. Не успели напечатать, а у нас маленькие пиетки. И при этом вы опробуете как бы товар, да? А что мы не так делаем? Что нельзя пробовать? Нельзя. Да можно. Пока что товар является... Спорченный товар нельзя? Собственность нельзя, конечно. А на линии... А если вы вдруг отравите? А на линии... Вот, да, уголовная статья. А на линии... Отравишься просроченной продукции в магазине, и тебя посадят. Отравить тебя мой товар, и мы сняли его у нас. Он уже мой товар, когда я его взял. Да. Скажите, если вы разобьете случайно бутылку, вы за нее будете платить? Почему? Вы же ее взяли. У нас уже есть такой сюжет информационный. Именно вот это. Вы же ее взяли. Пока вы не принесли, давай, пока вы не принесли. Если случайно разбитая бутылка, если я возьму и разобью, конечно, за нее будут платить. Нет, значит, плохо поставили, если случайно. Вы специально взяли... Дело в чем? Смотрите. Нет, я его попробую. Смотрите, тут вопрос такой. Я вижу, вы уже понимаете, в чем дело, да? И мы специально это делали, чтобы вам было больше обидно. Так вот, можете не бежать. Потому что, если вы уже запаковали, перепаковывать вам нельзя. Я знаю. Поэтому маркировка нарушена, товар некачественный. Вам в любом случае это придется выкидывать. В любом. Нам в любом случае придется. А также по-хорошему весь тот самый... Потому что у нас этот товар идет на возврат. Знаете, что такое возрасте? Ну, вы возвращаете им, конечно. Нет, но дело в том, что здесь уже масса не отвечает. А как вы будете возвращать им качественный товар, если это просто вы некачественно относились к потребителю? Если товар некачественный, мы его возвращаем. Так он товар не то что качественный, он некачественный и за вас. вы его он для нас не правильно предложили покупать просто неправильно в качестве самого товара у вас претензий нет именно к товару это нельзя узнать это невозможно товар это не только его вкус это информация которую вы даете без информации потребитель не может выбрать ну понятно у вас претензий к маркировке ко всему товару конечно просрочно есть вот как колбаса время прошло уже давно здесь половина такого половина такого а это вот прям вообще самое интересное что вот это разделы самая интересная что буквально человек до прошлого года до декабря неделю назад указывал вашим сотрудникам на эти же нарушения на все ничего не сделал ничего поэтому сегодня две недели на пироге рисованы или специально более 1 за полтора недели там нашим форматом заправить день 2 но сколько это надо чтобы исправить день 2 начинания два месяца не специально больше больше год вот это с прошлого года еще год округлим но там четко написано можно до прошлого века но вот сами дедушка мороз иногда ходил вот он тысячи восемьсот каком-то году этот суп у нас есть идея офигенная просто чтобы кто-нибудь залез туда и попрыгал на нем чтобы он окончательно испортился и все это утилизировать у нас есть подозрение какой возраст нет а вот стоп а что у нас купил а как вы его вернете поставщику если он по вашей вине вы его все равно не вернете поставщику это чисто списанка срок годности чисто писанка а тут же акт списания не будет получается нет они его не списывал нет они не списывал они возвращают смотрите а вам же какая разница стоп а вам же какая разница если он будет как бы мятый там вот такой вам же все равно возвращать правильно теоретически давайте мы его спрессуем а какая разница если вы его по этой причине а так давайте мы придем к поставщику и так же его накачаем заставил ой он нежная упаковка я просто хотел посмотреть и я оплачусь и выгодно пахнет прям да давайте про это пропустим людей мне главное чтобы они опять на прилавках не были эти товары и еще раз хочу попросить чтобы моего изображения а принести извинения вы не хотите на не будем это сделать это не имеет значение это ваши видеосъемка вы за меня отвечаете не 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 да кто-то выкладывает а мы предпередать им прекратим съемку по длине хотя канал называется у него дайте хочу а там жалоба прям там прям там на дневник хотя прям и там нажимаете смотрите я просто а можете да там прям пишите такой-то канал дневник хотят обидорчили скажу выше как бы но с пониманием автоматически забрали просрочку согласен что это ошибка вашего если даже люди это увидят то то что тут спорили они увидят вас нормальной стороны выше пошли это долго знаете как мы там это очень не стоит этого но давайте это вернем товар то некачественном еще я приобрел больше претензий вы к нам не имеете правильно я же говорю я это приобрел а к нам претензий больше не имеете правильно что вы лоденька разврат совершаем разврат разврат на действие насильственно или по обоюдному добровольным пока значит екатерина с вами вступила в отношении развратно-покупательский но добровольный я заставляю сейчас нужно руководить ну в общем такой вот магазин у нас алые паруса по адресу город москва улице кулакова дом 14 куда уже забегал володенька и где к нему относились не очень добро а кто к нам относятся плохо с тем и мы как говорится не очень добры в общем зашли и поели все вам ничего не изменилось просто ничего не изменилось прошлого раза все опять немножко почмырили тут продавцов за то что они не понимают русский язык ну и все и ушли вот такие дела надеемся что чего-нибудь тут изменится японский школьник вот надеюсь чем тут изменится с нами были собственно володька комичина вот тупой борис все каналы подписывайтесь вот тут вот и борис иванов димон подписчик да красавчик помогает нам вообще сегодня рюкзак мой таскал полдня спасибо ему огромное посильная помощь не реально вот все подписчики кто нам помогает огромный респект просто он бьет если не носим поэтому я охранник сегодня точно смотрите на меня на самом деле мне стыдно немножко стыдно что я охранник ну и собственно с нами был серега человек в бабочке но бабочка он куда-то сделал ну все подписывайтесь на канал и поставьте этому видео лайки делайте лайки пишите много-много комментариев и подпишитесь на нас в телеграм инстаграм и в группу вконтакте хух холодно пошли мы отсюда выбрать из-за свои права а борис там записывает опять свой долгий ролик вступительный побывали мы в трех магазинах алых парусов как видите немножко отношения все-таки варьируется одного магазина к другому пока пацаны